Друзья, всем привет! Это программа «Битрикс24 спрашивает», и я ее ведущий Юрий Николаев. В этой программе мы говорим с российскими предпринимателями, партнерами «Битрикс24», интеграторами CRM, агентствами и студиями, и эти люди могут задать вопросы эксперту. Нашим экспертом выступает человек, который преподает программы лидерства MBA и является руководителем исследовательского проекта в области ключевых факторов успеха в лидерстве и менеджменте. Представляю вам Филиппа Гузенюка. Филипп, рад видеть. Друзья, привет! Нас ждет интересный разговор. Прежде чем пойдем в дискуссию, подписывайтесь на канал 1С Битрикс до бизнеса, поставьте лайк этому видео, и внизу в описании вы можете найти методичку о том, как перевести бизнес на работу из дома. Мы начинаем, поехали! Сегодня к нам в гости приехал Евгений Глойзман, руководитель компании Litcom.ru из города Ижевск. Евгений, рад приветствовать в нашей передаче. Приветствую, друзья! Мы компания Litcom, системный интегратор «Битрикс24» и диджитал агентство полного цикла. Мы работаем с 2014 года. У нас есть три направления. Это продвижение, разработка и автоматизация бизнеса. Наши клиенты – это небольшие компании, переходящие из старых CRM-систем или блокнотов в новую. Наша цель – выйти в топ-1 по облачным решениям «Битрикс24» и выйти в ближайшие 5 лет на зарубежные рынки. Сейчас мы занимаем 11 место по общему рейтингу облачных решений и второе место в Приволжском федеральном округе. Насколько я понимаю, у компании Евгения сформировался запрос на профессиональный рост сотрудников. Жень, расскажи, пожалуйста, побольше. Что тебя беспокоит сейчас в этом? Ну, нас беспокоит, как все-таки мотивировать сотрудников двигаться дальше, брать более сложные проекты, чтобы они самостоятельно могли расти без, так сказать, нашего постоянного вмешательства. И в целом вокруг этого поговорить о том, как лучше нанимать, как оценивать потенциал и в целом, как мотивировать команду на долгосрочные проекты. Вот в целом вокруг этого хотелось бы побольше узнать. Я могу дать несколько комментариев, такое сейчас меню тебе покажу, ты скажи, куда лучше пойти. Одна история в том, что лидер, он мотивирует команду тем, что создает мощную перспективу развития. Когда есть, по-моему, куда компания плывет, то хочется в ней в долгую расти. Это одно направление. Второе направление есть такое, знаешь, как бы когда вот на лесоповале мужики сидят, курят, да вот, и встает человек, говорит, пойдемте пилить. Такие все, типа, да иди ты сам, пили. И он встает и начинает просто, вот, двуручную пилу берет, которую нужно вдвоем, чтобы пилить, он начинает просто двигать ее. И раз, вот, вот, сигарету бросает, к нему подходит, начинает ему помогать. И раз, вся команда встает и начинает пилить. Поэтому очень большая роль, то, что я вижу в компаниях, которые вот в Движниковой, где компания пропитана развитием, это то, как растет первое лицо. Вот про то, какие есть микропрактики через свой рост, ускорять рост команды, про это можем поговорить. В третьем направлении, как это, знаешь, когда Артемия Ледева спросили, как мотивировать людей. Типа, его ответ, прямая речь, никак, оставайтесь в жопе. Вот эта вот история, то есть, ну, про то, как в команде сделать явным, что развитие это дело рук спасения самих утопающих. Выживание – дело добровольное. Да, и как сделать такую систему взаимного развития, когда люди друг друга поддерживают, не отвлекая внимания старших партнеров. Вот такие три вектора, куда тебе интереснее, может, это еще другое приходит, скажи. Обе темы очень интересные. Давай возьмем второй вектор, наверное. Там Элир показывает пример. Там тебе первое лицо показывает пример, да. В этой теме, вот как мне, как первому лицу, компанию с собой продвигать, есть несколько аспектов. Есть разрез технологий конкретных, прям практики, раз, два, три, четыре, пять. А есть разрез таких внутренних метафор, когда ты, вот знаешь, тебе говорят, там, учишься на фортепиано в детстве играть, тебе говорят, чего ты там, да, у меня вот такая была плохая учительница, она говорит, чего ты, как бы, вот, ну, руки такие у себя странные, ты согни пальчики. Я сгибаю, он говорит, у тебя руки как грабли, короче, да, линейка по рукам, разогни их. Он говорит, что за макароны там, да, белые. А потом мне другая говорит, а ты возьми в руку яблочко. И сразу же рука круглая, да, и ты понимаешь, вот через метафору очень часто заходит на уровне таком телесном, и потом ты сам выставишь практики. Поэтому пару историй про метафоры и пару вот техник-практик. Какая метафора? Женщина, у нее в подчинении огромное количество людей, 20 тысяч человек. Она говорит, я прихожу в компанию, в команду, и понимаю, что я не могу уволить ключевых людей, мне нужно кейс сделать, но я их должна уволить, потому что, ну, как бы это не будет работать просто. Мне хочется с ними что-то сделать. Она говорит, первое, что я делаю в этой ситуации, я беру зеркало, смотрю в нем на себя, и отвечаю глубоко на вопрос, что во мне должно измениться, чтобы они заработали как команда. Принцип зеркала, да, что я в себе ищу эквивалент, который команду будет продвигать и развивать. Это история. Вот. И очень часто вот эта история, ну, не знаю, пальчик на себя, да, вот что делать с ними, как только задается вопрос. Вопрос, как бы, а что я могу здесь сделать? Вот, если так технологично говорить, то, вот пример просто себе, да, в одной компании что-то сделано. Лидер говорит, мне важно, чтобы компания быстро росла. Поэтому раз в три месяца я прохожу сам ключевое обучение по одной из стратегически важных для компании тем развития. Прям вот смотрю на стратегию, понимаю, вот у меня там четыре квартала, четыре раза я еду к лучшим профи, и у них учусь. А дальше я приезжаю в компанию, и я провожу каскадный мастер-класс для своих про то, чему я научился. Потом я выбираю своих трех-четырех ключевых сотрудников, сильных, кто может это делать. И говорю, давайте так же. В итоге в компании мы платим за внешнее крутое обучение там для трех-четырех человек, но вся компания на постоянку в каждом квартале учится строго, да, вот по тематикам, которые подходят под наш бизнес. Другой пример, знаешь, вот там компанию Skyeng. Там сумасшедший этот SEO, который просто, он там робот какой-то эффективности, вот ну просто crazy. Чего он делает? Я это в личном коучинге внедряю там многим SEO, с которым работаю. Он говорит, у меня вообще секретарь, у нее прямо на постоянной основе, она мне ставит встречи с ключевыми интересными спецами из компаний-конкурентов. Хорошая практика. Да, то есть я прям постоянно обедаю с людьми, с маркетологами, с продуктами топового уровня из других компаний. Ну, из прямых конкурентов, из просто технологических компаний. Говорит, почему так, почему мне это важно? Я так собираю ключевые инсайты, кто чего делает, какие как бы есть там, да, вот у кого новости. Я выстраиваю отношения, потому что когда такой человек, ну крутой, ищет работу, он ее не ищет на HeadHunter где-то еще. Его разбирают сразу же, но я первый, кому он звонит. Такая практика расширения кругозора, что происходит в отрасли, да, вот этих фишек. Элементарно у тебя просто must-have стоит там до 2 часа такого времени в неделю в расписании. Вот. История номер 3 здесь из опыта тоже SEO Skyeng. Он говорит, что у меня есть репетиторы. Я сейчас работаю с мужиком, да, в личном коучинге. Он говорит, мне нужно быстро очень учиться, нужно там осваивать там сложную информацию, там такая технологическая база, разбираться. Вот. И говорит, я уже там полгода откладываю, а это тормозит мои переговоры, да. Вот. И он говорит, ну мы с ним ищем, а как ты вообще учишься, как ты вот впитываешь информацию. Он говорит, я вот через общение, я с человеком общаюсь, у меня какие-то постоянно приходят новые инсайты, это прям золото. Ну и вот мы делаем то, что делает SEO Skyeng, просто нанимаешь себе репетиторов по ключевым темам развития компании. То есть ты берешь и говоришь, можно у тебя там пару консультаций, там, сколько это стоит, скажи, просто тобой посоветоваться, там, да, вот, там, пару часов в неделю. Ты набираешь такое личное обучение, и дальше просто голосюшками в чат на всех ключевые инсайты, чтобы люди видели, что ты постоянно, постоянно, постоянно учишься. Если это, если как бы для тебя это, ну, прям такая норма жизни, и ты эту компанию транслируешь, то компания становится, ну, модным, как бы, да, учиться. Это люди понимают, что работа, вот, там, другой, там, пример, все, он говорит, коллеги, у него такая формула есть. У нас в компании вы получаете две зарплаты. Первая деньгами, вторая в вашей капитализации на рынке. То есть насколько ваша стоимость как сотрудника увеличивается каждый квартал. И там прямо такая практика, что объясни мне, чему ты научился в прошлом квартале, как бы, да, где твоя дельта, и какая будет дельта в следующем квартале. И когда он сам свои отчеты выкладывает в чат про это, да, как моя стоимость растет, то это становится прямо, ну, то есть мы понимаем, что в компании, вот вчера были такие кейсы, да, когда у нас работа, это просто про деньги, или работа, чтобы сделал как бы то, что я и так понимаю, и отвалил. Или работа для нас это то, где мы постоянно развиваемся. Вот ты собой можешь метафору работы, отношения к работе максимально быстро изменить, потому что влияние, вот, думай себе в цифру, влияние SEO на культуру компании, это x10 влияние любого другого человека. То есть у тебя внутри самый большой рычаг влияния вот на эту ситуацию. И как только я, вот почему я так зацепился за эту штуку, как только я формулирую вопрос, как мне сделать, чтобы они учились, развивались в сложных проектах, там, мотивировались, я из уравнения мгновенно исключаю самую важную переменную. Себя. Как мне сделать, чтобы я стал тем, у кого сотрудники максимально быстро растут? Вот, если туда дать внимание, там ROI, да, отдача на инвестиции, будет максимальный. Вот отзывайся, что я говорю, как тебе? Да, у меня были такие ситуации, когда я уходил на обучение, и в эти моменты прям я сидел на обучении, условно не управлял компанией, а при этом после обучения приходил, что-то рассказывал, и как-то и люди самостоятельно стали двигаться, да, то есть то ли я ушел, и стало как-то им без контроля легче работается, да, тоже один из вопросов. То, что я им транслирую, и как бы мотивирует, и они начинают как-то активнее работать. Вот, и прямо на моих глазах, условно, я сижу на обучении, и начинают там деньги на счет прилетать, и это очень радует, когда ты обучаешься, да, условно, даже как-то отстранился, и просто транслируя какие-то интересные инсайты свои, да, люди начинают двигаться вперед. То есть, да, вот там, да, Евгений, ты правильно говоришь, это интересные мысли. Некоторые у нас начали там книжки читать, потому что понимают, что, ну, как бы, тут руководитель обучается, и я понимаю, что если я, как бы, ну, не буду изучать новый материал, я, как бы, буду стоять на месте и дальше не двигаться. Вот, кто-то просто ему, ему говоришь, учись, а он не учится. Говоришь, а он не делает. Слушай, по сути, получается, что тот рецепт, который Филипп дает, он у тебя уже апробирован, да, то есть все, что тебе нужно, это просто вывести его на новый уровень. Да, я это не осознавал, неосознанно, как бы, просто делаешь, делишься, и вот сейчас, как бы, я понял, что, видимо, ну, в правильном направлении двигаюсь, а можем ли мы, как руководители, дружить сотрудниками? Так вот. Вот у меня вот этот вопрос, потому что хочется где-то, вроде бы, вместе работаем, и можем где-то пообщаться вместе, и хочется вроде так, пошли в баню там, да, допустим, сходим, пообщаемся там, попаримся, или еще куда-то, да, в какой-то кафе, или еще что-то вместе посидеть, там, пообщаться, как-то весело время провести, вот. Допустимо ли это, или на каком уровне, да, то есть надо выстраивать вот такие отношения, вот, с сотрудниками, стоит ли их дистанцировать, или ближе подпускать, или какая-то должна быть дистанция, вот это очень интересно тоже. Супер, мне тоже кажется вопрос для многих актуальный, и то, что я вижу, вот, в компаниях технологических, айтишных, где люди такие, ну, вот, умные, и каждый, когда уходит, это для компании большая потеря, реально. И возникает вопрос, а чем вообще людей удерживать, да, потому что, ну, деньгами ты не можешь. Приходят конкуренты, забирают. Всегда есть крупная федеральная компания, и даже глобальная, которая найдет, чем переманить, да, это правда. Да, заберет, и все. Ответ, вот, как бы, это дельта, да, вот, буква дельта. Что-то, что в дельте, что кроме денег? А кроме денег что? Отношения, культура. И, конечно, культура, она достигается через вот это вот личное общение. И сегодня вообще в мире меняется парадигма лидерства. От власти надо, то есть я старший, умный, понимаю, ты как бы младший сотрудник, у нас с тобой дистанция большая есть. К власти вместе. Мы с тобой партнеры. Когда крутые руководители, которых я знаю, берут людей в компанию, они говорят, слушай, смотри, компания — это рычаг для тебя, чтобы ты мог сделать свой кейс, свою карьеру, свой бизнес. Мы тебе помогаем максимально быстро развиваться, да, я для тебя здесь, я тебе служу, по сути, этим. И дальше, конечно, я не видел компаний, которые были бы вот такие, знаешь, теплые, энергичные, мотивированные без наличия вот этих вот человеческих практик. Если посмотришь книжку «Открывая организации будущего. Придори Калалу», то в ней про это очень плотно, вот, да, про эту человечность описано. И там есть вот грань, которую ты спрашиваешь, что это, знаешь, как при том, что мы близко и мы в контакте, нет панибратства и нет вот этого неуважения и возможности манипулировать отношениями, что я не сделал результат. Поэтому вот на уровне сознания, на котором как бы либо мы с тобой там в доску друзья и вместе там в бане, либо результаты, это риск реально. Ну а важно с тобой, значит, ребят, смотрите, у нас есть правила игры. Результаты — это прямо must-have. Это не про меня, не я стою с палкой над вами, да, это такие правила игры. Я здесь вам помогаю в этих правилах быть успешными, да. То есть очень важно вот эту вот ответственность за твердое в бизнесе максимально делегировать на систему прозрачную и на самого человека. Я вот, помнишь, поговорил про яблочко в руке? Вот я много работаю просто с руководителями лично и вижу, в какой момент человек начинает это просекать, когда когда-то в тело падает. Вот такой один кейс сюда дам, может быть, ну, может поможет. Вот работаю в компании, там, МТС, и там руководитель, у которой вот женщина, у него пустой стол, как бы, да, и вообще там все зашиваются, а она прямо у нее спокойная, там, классная команда. Она говорит, я говорю, почему так? Она говорит, я была на тренинге фиговом, вообще тупом по делегированию 10 лет назад. И там в конце встал мужик опытный, ну, такой стрелянный, говорит, я из вашего тренинга ничего не понял. Два дня сидели, как бы, ну, я вам скажу, как я делегирую. Он говорит, я беру задачу, беру ее на вытянутые руки, вот так, и говорит, а не смотрю в нее, не нюхаю, да, не разглядываю. И говорит, я на всех этих руках начинаю смотреть, кому я могу ее отдать, да, вот. И вот так я делегирую. Вот руки, как в волейболе, да, локотки разогнутые, руки не сгибаются, да, вот ты, как бы, да, понимаешь, вот локотки должны быть разогнаны. Вот, говорит, я, как бы, эту метафору телесную поймала, я, говорит, смотрю на свою команду, говорит, а кому я вообще могу отдать? Тебе могу? Ну, как бы, не факт. У меня, говорит, изменилась команда, потому что я понимаю, что у меня есть люди, которым вот так вот не сделаешь. Они будут на тебя сидеть, как бы, бесконечно будешь их кормить, как бы, да, вот, развивать их, как бы, мотивировать и так далее. Просто вот люди, которые могут вот так задачу взять, это важная история, да. Поэтому вот я бы, если бы с тобой работал, работал бы с тем, а какая твоя метафора, вот где у тебя есть успешная, кейсы, когда ты с человеком, как бы, и в теплый, и дружишь, и при этом у вас уважительное отношение, там, к результатам. Вот есть у тебя такое? Ну, да, есть. Это, опять же, мы выстраивали, то есть, вот, тоже проходя различные обучения, начинаешь понимать, что есть дружба, да, мы ходим, там, тусим, веселимся, играем в PlayStation и так далее. Есть результаты, вот, которых тоже надо забывать. И мы здесь, как бы, в компании, и в том числе, ну, собрались, чтобы двигаться вместе в команде вперед и достигать общих результатов, да, и результатов компании. Если ты их не выполняешь, то в этом поезде, как достижение результатов, ты не поедешь дальше. Может быть, мы с тобой будем общаться там дальше, да, ты неплохой человек, там, с тобой прикольно, весело, но у тебя здесь не получается, ты где-то в другом месте, тебе будет намного лучше, да, но с нами, ну, то есть, мы не сможем в одном поезде ехать. Есть и такие кейсы, то есть, где-то мы расставались, и люди, с людьми продолжали, продолжаем общаться, просто понимаем, что общий интерес, ну, разный где-то. Друзья, очень ценная у нас получается дискуссия. Давайте попробуем еще сильнее увеличить ее ценность тем, что зададим вопрос Евгению. Жень, сейчас ты сам почувствуешь себя в роли эксперта. В программе Bitrix24 спрашивает всегда есть острые вопросы. Представь не гипотетическую, а абсолютно практическую ситуацию. Вот твоя команда, насколько я знаю, вы находитесь в фазе роста, почувствовала острую потребность набирать больше людей, потому что с текущими людьми вы просто не справляетесь с объемом заказов. Вы очень активно начинаете рекрутировать новичков, и ты ожидаешь от твоих опытных бойцов, что они будут выступать в роли наставников, выполнять тот самый менторинг, о котором говорил Филипп. Но проблема в том, что у них и так много работы, и старожилы говорят, что это мы будем кого-то наставлять, у нас своей работы хватает, пусть идут сами адаптируются. Что ты, как руководитель, сделаешь в этой ситуации? Ну, на самом деле, я уже задумался об этом вопросе, и этот вопрос именно так и стоял. Отлично! Значит, он как раз в пору. Вот. Здесь я сделал небольшое материальное вознаграждение, но даже в некоторых ситуациях получалось так, что я просто давал человека в наставничество, и, может быть, он не супер долго работает, где-то год, да, там полгода, но ему было приятно от того, что я ему дал наставник, и что он уже как эксперт какой-то, учитель, может кому-то давать и обучать, вот знания дальше передавать. И я прям замечаю, что я даже где-то, ну, не озвучиваю эту мотивацию человеку, он говорит, вот человек новый пришел, надо ему помочь, если что, помоги ему, пожалуйста, если у него будут вопросы какие-то, либо наставь там, где что посмотреть и так далее. И он шел с интересом и помогал, и я вижу, что они там собираются в какие-то встречи, друг другу там разбирают кейсы, рассказывают кто что как сделал, либо как поступить в одной или той ситуации, какую-то интеграцию подключить. И это, на самом деле, уже работает даже иногда без денег. Вот это удивляет. А есть у тебя идеи, как преодолеть сопротивление, которое, возможно, возникнет у других людей? Вот ты привел один хороший пример, но всегда бывают и не очень хорошие примеры, да, когда команда начинает противиться. Вот как преодолеть такое сопротивление, быть наставниками? Сопротивление именно со стороны опытных, что они не хотят обучать новеньких, да? Такая интересная ситуация. Но здесь надо донести, наверное, какую-то историю о том, что мы должны расти, масштабироваться, и это повлияет на общее состояние компании, на его ресурсы, и ваше, так сказать, положение в компании, наши условия, где мы находимся, там, красивый офис, или все что-то будут улучшаться, если у нас будет больше сотрудников, мы будем больше проектов ввести, больше денег вместе зарабатывать. И, соответственно, всем будет из этого лучше. То есть провести какую-то вот такую мотивационную беседу, плюс там спросить, а что тебе нужно для того, чтобы ты мог взять человека на наставничество, да? Отлично. То есть нарисовать перспективу и параллельно собрать обратную связь, да? Что мотивировало людей. Почему он не может? Вот я бы, вот первый вопрос, почему, как бы, что тебе нужно, чтобы его взять? Я уверен, что Филипп в ходе своего личного коучинга с руководителями разных компаний сталкивался с подобными ситуациями. Филипп, возможно, ты дашь какие-то рекомендации, вот как поступать в таких кейсах? Я хотел бы сейчас вытащить прямо из того, что ты говоришь, такую личную рекомендацию, потому что мне очень понравился твой ответ. Я считаю, что сопротивление не возникает, когда ты создаешь в поле отношений такое пространство достойного признания. Когда ты сейчас говорил, что ты уже опытный человек, можешь ли ты помочь этому новичку разобраться? И в том, как ты, у тебя даже голос у меня сказал, когда ты говорил, ты, было очень много такого, да, прям вот, ну, какое-то прям вот, ну, уважение, что ли, да, к этому. И вот в ответ на это не хочется сказать, ну, ты типа пускай, пускай как бы сам, ну, как бы у меня, знаешь, не вяжется. И есть такая очень хорошая книжка, которая называется «Лидеры племя. Как создавать в компании такое сильное, сильное племя». И там базовая практика лидерства, которую я прям вижу, в России очень многие применяют, это создавать триады. То есть не я с тобой и выстраиваю личные отношения. А моя главная работа как лидера – это продавать людей друг другу. Поэтому то, чем бы я усиливал, вот твой природный, да, ход такое движение, я бы начал человеку, с которым говорю, очень активно продавать его собственную ценность. Смотри, к тебе вижу вот такие навыки, вот такой опыт, вот в этом у тебя есть экспертиза, да, вот в этом ты разбираешься. И стал бы ему продавать этого новичка. Говоришь, смотри, вот там чувак у него вот такие-такие сильные компетенции, вот в этом-в этом пока не может, это как бы, да, вот, ну, то есть, или есть вопросы. Как бы я бы, я бы стал бы экспертом по продаже людей друг другу. Что происходит? Когда вот я вас двоих знакомлю, я подсвечиваю ваши сильные стороны, то у вас уже, как бы, у меня нет с вами, да, вы двоих общаетесь, но у вас отношение друг к другу уже сформировано. Вы уже видите друге лучшее, да, и вы уже начинаете в этих отношениях действовать из лучшей версии себя. Поэтому лидер, продавая людей друг другу, создает в компании отношения, где люди действуют из лучшей версии себя. Ну, и вторая штука, что бы я делал, если бы было сопротивление, принцип двуручной пилы. Сам пошел бы с каким-то количеством людей в этот менторинг и стал бы делиться, насколько это ценно, да, вот, ну, расскажешь, что ты сам берешь из этих отношений, хотя человек молодой, да, вот, чтобы в компании была такая, знаешь, чтобы понять практики древних холлиутов, нужно выполнять, как бы, да, эти практики, ну, вот, нужно ловить, как бы, лосося. Поэтому вот я бы стал сам максимально глубоко ловить этого лосося. По-моему, мы очень хорошо поговорили сегодня о профессиональном развитии как сотрудников, так и руководителей компании. И я хочу задать финальный вопрос Евгению. Жень, вот, вернувшись обратно в свою компанию, в свой бизнес после этой передачи, что изменится в твоем подходе к тому, как помогать людям расти и как расти самому? Ну, точно, я не буду останавливаться на дальнейших обучениях. Все, что я прохожу, я понимаю, что это в нужном направлении, да, и здесь я получил от Филиппа подтверждение тех вещей в ту сторону, куда я двигаюсь, да, из того, что применить, также буду общаться с сотрудниками, на уровне личностных, ну, достижений, чтобы они выше, дальше росли, чтобы они могли, получив какую-то обратную связь, что-то в себе повернуть, поменять и двигаться уже по более твердой, так сказать, дороге, да, такими метафорами, говорю. У меня были сомнения в том, что, а надо ли очень плотно работать с сотрудниками, а надо ли им прям сидеть с ними, обсуждать их личностные какие-то такие затыки, что где-то что-то не получается, я понимаю, что это нужно делать и где-то помогать преодолевать их барьеры, да, где-то, то есть они не все такие, как, может быть, я или еще кто-то, где-то у них там свои сильные стороны есть, да, вот, и вот в этих местах, где у них есть затыки, я знаю, как пройти этот барьер, помогать им его проходить и говорить, что ничего там страшного нет и там будет только твой рост, твое благополучие. Замечательно. Жень, спасибо за искренние ответы, Филипп, большое спасибо за рекомендации. Друзья, я уверен, что профессиональный рост ждет не только Евгения и сотрудников его компании, но и всех зрителей программы Bitrix24 спрашивает. Оставайтесь с нами, увидимся в следующий вторник в программе Bitrix24 спрашивает. Субтитры сделал DimaTorzok